Дорогие братья и сестры, мы с вами переживаем четвертое воскресенье Великого Поста. Вообще в литургической традиции Церкви в течение года есть два таких особенных воскресения. Это третье воскресенье Адвента и четвертое воскресенье Великого Поста. Эти воскресения отличаются тем, что облачение священника может быть розового цвета. Только два раза в год священник одевает такое облачение — розовый цвет. Когда во все остальные дни, даже воскресенье этого времени, принят цвет фиолетовый. Вы знаете, что фиолетовый цвет — это цвет покаяния. Розовый цвет — это цвет надежды. Поэтому сегодня воскресенье особенное. Сегодня может быть использовано музыкальное сопровождение органа, тогда как в остальные дни оно достаточно ограничено и носит такой сдержанный постный характер. Также и допускается украшение алтаря, тогда как во все остальные рядовые дни и воскресенье поста стараемся мы воздерживаться от украшения, чтобы сохранить вот эту постную сдержанность. Надежда в чём она заключается? Мы с вами на протяжении вот уже нескольких воскресеньй размышляем о главном призыве Великого Поста — о покаянии. Так вот, очевидно, что покаяние — это не сама цель, ибо цель у покаяния другая. Цель у покаяния — получить прощение. Очиститься от своей вины и восстановить те отношения. В данном случае здесь не только отношения с Богом имеются в виду, но и отношения со своими ближними. Восстановление. Вот это и является конечной целью. И это, в конце концов, и является надеждой, что не закончится наше земное странствование как-то абсолютно пессимистично и беспросветно. Наша надежда в восстановлении нашего наследия, сыновства в Царстве Божьем. Ради этого и совершается покаяние. Сегодня в этой надежде и призваны мы пережить воскресение Великого Поста. Четвертое воскресение. Сегодня Евангелие этого воскресения предлагает нам размышлять над очень известной притчей из Евангелия от Луки. Притча о возвращении блудного сына. Наверное, ни одна из притч Иисуса Христа так нам хорошо неизвестна, дорогие братья и сестры, как эта притча. Ведь, можно сказать, в этой притче существует некий символ, символ таинства примирения, покаяния, или, как чаще мы его называем, символ таинства исповеди. Недаром возле многих исповедалин висит знаменитая копия полотна Рембрандта «Возвращение блудного сына». Потому что, так или иначе, в этой жизни каждый из нас способен заплутать. Каждый из нас может стать таким блудным сыном или дочерью. «Потерять ориентир», а значит, потерять надежду. Видите, опять в нашем размышлении появляется надежда. Надежда, в конце концов, это видение некой цели. Надежда — это когда ты знаешь, куда и для чего ты придёшь. Надежда, она носит всегда положительный характер, потому что ведь человек создан для блага, благим Богом. Вот поэтому сегодня, размышляя над этой хорошо нам известной притчей, мы ещё раз, дорогие братья и сёстры, призваны рассмотреть подробно действующих лиц этой притчи. Милосердного отца, самого блудного сына, положительного старшего брата и, быть может, рассмотреть их как раз в связи с нашей реальной, конкретной жизнью. Конечно, мы не можем себя поставить на место милосердного отца. Хотя, если, например, мы будем рассматривать наши взаимоотношения с близкими, если мы являемся отцами, если мы являемся матерями, если мы являемся старшими братьями, то, быть может, нам стоит поучиться и у милосердного отца. Но, конечно, милосердный отец, прежде всего, это наш Господь. Наш Господь, которому так или иначе мы держим жизненный путь. А вот кто из нас больше похож на младшего брата, того самого блудного сына, или на старшего? Я думаю, что в разные промежутки нашего времени мы бываем и тем, и другим. Но, безусловно, каждый из нас всё-таки так или иначе способен заблудиться. И это надо признать. И, быть может, многие из нас уже находятся в таком состоянии. А когда человек заблудился, он как раз начинает переживать страх и панику. Почему? Потому что он теряет ориентир, он не знает конечной цели, он не видит, куда он идёт. Вот из этого состояния нас призван вывести Иисус Христос, который ради этого пришёл к нам. И ради этого, как главное условие вновь обретения смысла и ориентира, звучит призыв «покайтесь». Покайтесь и веруйте в Евангелие. Покаяние — это не односторонний процесс. Покаяние — это не только то, что мы должны смотреть внутрь, если можно так выразиться, своей души, и делать учёт нашим грехам, осознавая их тяжесть, классифицируя по ранжиру и каясь в них. Нет, покаяние — это адресный процесс. Мы видим того, кого мы обидели, если это касается наших земных, житейских отношений. И мы знаем настолько, насколько это возможно, того, кого мы оскорбили, нашего Бога. Поэтому милосердие Бога открывается прежде всего в Иисусе Христе. И Великий Пост замечательно открывает нам возможность познакомиться, убедиться, ещё лучше увидеть милосердие Бога. Именно надежда и упование на то, что тот, к кому мы приходим с покаянием, милосерден и облегчает нам сам акт покаяния. Когда мы знаем, что мы можем надеяться на Любовь, когда мы знаем, что мы эту Любовь оскорбили, и мы хотим её вновь обрести, это всё стимулирует нас к покаянию. Недаром таким самым знаковым и, можно сказать, духовно напряжённым богослужением Великого Поста является крестный путь, когда мы буквально, если хотите, воочию можем сопровождать Иисуса на Голгофу, к месту Его страдания. Когда мы можем научиться взирать на крест не как на уже избитый предмет церковного интерьера или предмет, который везде нас сопровождает, как христиан, но как на реальный предмет, на реальное орудие казни. И увидеть Христа порою, быть может, реально висящего на нём и себя у подножия. И когда мы осознаем, что это произошло в том числе и по моей вине, что это произошло, вот эта крестная смерть Иисуса Христа, она произошла ради меня, ради искупления моего греха, вот тогда мы можем многое постичь о любви и милосердии. И именно вот это постижение, которым у нас, знаете ли, ведёт, ведёт Великий пост, вот это постижение, оно как раз и стимулирует, катализирует, облегчает нам процесс покаяния. Потому что я думаю, что гораздо глубже, естественней и искренней каяться тому, кого ты любишь, каяться перед тем, кого ты действительно обидел, каяться перед тем, чью любовь и отношения ты хочешь вновь вернуть, вновь обрести. В этом свете, дорогие братья и сёстры, открываются нам наши человеческие отношения, семейные, межличностные, любовные. Многое открывается нам. Мы сможем обрести другой угол зрения на наши отношения, и, быть может, это позволит нам их сохранить. Наше время как раз характерно разрывом связей, утерей отношений. А ведь мы от этого очень страдаем. А покаяние — это восстановление отношений, это восстановление связей, это обретение утраченного. И речь, конечно, идёт не только о покаянии, но в нашем человеческом смысле и прощении. Итак, дорогие братья и сёстры, вслушиваясь в слова сегодняшнего Евангелия, позволим себе глубоко поразмышлять над сегодняшней богатой по содержанию притчи. Попробуем включить себя, своих ближних, свои житейские обстоятельства в содержании этой притчи. Пусть это размышление пройдёт вместе с Богом, перед Богом и позволит нам многое открыть. Прежде всего, разглядеть и увидеть смысл нашей надежды. сегодня воскресенье надежды. Пусть она воистину откроется нам в этот день.